Добрый вечер! Меня зовут Алексей и это программа Новости образования для всех крон 6 февраля 2020 года в Рио Новости состоялась пресс-конференция президента Российской Академии Наук Александра Сергеева, приуроченная ко Дню Российской Науки, отмечаемому 8 февраля. Сергеев рассказал об итогах совместного заседания нового состава Президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, на котором он до этого побывал. Были представлены результаты рабочих визитов президента РАН в Новосибирский академгородок, где планируется строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» и в Кемерово, где обсуждаются вопросы создания научно-образовательного центра. Также были освещены процессы подготовки к празднованию столетия со дня рождения академика Андрея Сахарова. Репортаж подготовлен нашим каналом совместность ТВ-Инфо и ТВ-Народная инициатива. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч! И второй вопрос. 21 мая 2021 года исполняется 100 лет академику вашей академии Андрею Дмитриевичу Сахарову. Вспомнит академию об этом? Будет как-то отмечать? Или какое мнение у академии? По Андрею Дмитриевичу. Да, я прямо в догонку, Андрей Александр Михайлович, да, знаю, что создан комитет, и вы сейчас расскажете о программе, которая будет, ну, прямо в догонку, не могу не спросить про свой родной, да и про ваш родной город Горький, где Андрей Дмитриевич провел без малого семь лет, там ли какие-то мероприятия тоже? Да, обязательно будут мероприятия. Ну, коллеги, мы знаем, что Андрей Дмитриевич действительно человек многогранный, многосторонний по своей деятельности. Это не наука, это общественная деятельность, это имыслитель, это правозащитник, целый спектр. Поэтому, конечно, это великий человек, и абсолютно правильно, что был указ президента о том, что был создан комитет по тому, чтобы отметить 100-летие со дня рождения Андрею Дмитриевича. Это май 21 года. 21 мая. 21 мая 21 года. И, ну, я, в общем, посчитал за огромную честь для себя, когда мне предложили этот комитет возвратить. И мы, у меня есть два заместителя, это Калютин и Федотов, с которыми мы очень хорошо вместе начали работу и будем продолжать работу. У нас действительно такой боевой комитет, в который входят и губернаторы, и представители министерств, причем на уровне руководителей федеральных органов исполнительности. Там есть деятели и культуры, конечно, ученые. Там есть и правозащитники, там есть и мемориал. Там, ну, набор такой очень правильный. У нас было два заседания оргкомитета. Вот одно несколько дней назад, где мы уже фактически составили перечень основных мероприятий, которые мы считаем, что вот без этого их невозможно отметить, 100-летие Сахарова. Они разные, эти мероприятия. Это и конференции, это и фильмы, это и памятники, это и различные издания и так далее. То есть перечень основных мероприятий. Второе, это перечень, как мы написали мероприятий под эгидой комитета. И третье, это инициативные мероприятия. Мы так их пока разбили и сосредоточились, фактически утвердили вот этот вот перечень основных мероприятий. Солидный перечень получился. И очень правильно, что мы решили консенсус, каким образом будем эти мероприятия продвигать. Откуда будет браться финансирование этих мероприятий. Не думаю, что будет много вопросов с финансированием, потому что многие хотят вложиться. Многие. Мы видим и знаем, что и Росатом обязательно вложится. И мы видим Министерство культуры очень активно открыть, потому что на этой тоже есть перечень мероприятий, которые не хотят финансировать. Я думаю, что в этом отношении поддержка будет. Вопрос о регионах тоже есть. Но дело в том, что Нижегородская область, Регорик, Слово, это особый регион. Там, действительно, Андрей Иванович провел эти драматические годы в своей ссылке. Я в это время работал в крупнейшем эпидемическом институте, в Нижнем Новом институте на базовой физике. И, понимаете, да, вот состоит, даже не мое, я был молодым, но я, может быть, не до конца разбирался в ситуации. Представьте себе позицию директора института, когда был Андрей Килл полным грехом, первый директор Рюбфана. И, да, вот, действительно, его коллега, академик, с которым у него замечательные отношения, он живет в ссылке на расстоянии, там несколько километров от института, а не мог бы встретиться. Понимаете? Так, я предпринимал, а не мог бы встретиться. Но после этого, что произошло с институтом института на базовой физике, никто предположить не мог. Вот это драма и Андрея Дмитриевича, и, в общем, академической общественности в Нижнем Новом. Ну вот, у нас есть замечательная филармония, имя Страховича и Нижнем Новом, который проводит сахаровские фестивали. И Томина, вот Николай Дмитриевич, руководитель вот этой филармонии, она действительно, и в тех годах была тоже руководителем, она членов комитета и сейчас рассказывает удивительные вещи. Она говорит, я над веществом лицо вроде бы не знала, но... А ему разрешено было ходить в концерты филармонии, он любит заниматься этим делом, вот. И, значит, ну вот такой шум, он вообще не будет на этом концерте, и не будет на этом концерте, вот. И он нам сейчас рассказывает, что некоторые исполнители и дирижеры, да, которые вот были, на тех концертах, на которых у Аллаха был, они иначе знали, что он точно есть, они посвящали, ну, какие-то номера. Ему официально это не говорилось, но вот это было как и традиция. Ну, много было такого драматического, и, конечно, Саров, филармония, он по полной присутствует в этой программе, там будет памятник поставленный, там будет очень много различных мероприятий. Да, вот если про Нижний Новгород, будет и не только филармония, и не только вот эти вот концерты Сахаровского фестиваля, Сахаровский фестиваль будет попадать так, что раз в два года, в этом году будет 16-й фестиваль, а мы отрелищих столетий отмечаем в будущем году. Так вот они сделали, что в этом году фестиваль, который в мае откроется, ровно за год до 21-го мая, так получилось, он будет как бы стартом вот этого года, и это будет как бы первое такое открытие этого года. В 21-м году они делают специальный фестиваль, не как Сахаровский, но в рамках вот этого празднования столетия. В общем-то присутствует музей, там будет вот реставрирован, расширен, это просто губернатор на это дает деньги. Интересно, я, честно говоря, даже об этом не знал, что там есть в районе Арзамаса такое село называется «Выездное». И, значит, там вот так получилось, что старшее поколение Андрея Ильича связано с происхождением с этом местом. Вообще получается вот такой треугольник, вернее треугольник, а линейная связка, Нижний Морокород, вот Арзамас и Исорок. То есть Межгородская область активно принимает участие, но, конечно, не только она. Ясно, что основные мероприятия будут здесь в Москве. Мы решили, и науккомитете договорились, что в Академию наук будет первое такое общее собрание всех участников в 2021 году, когда соберутся и ученые, и социальные, и общественные деятели, и соберутся правозащитники. Мы все общую такую первую конференцию, открытие проведем в здании Российской Академии наук, а после этого конференция разделится на три части. Будут отдельно физики заседать, не знаю, можно сказать, как это еще фиани, будут отдельно гуманитарии, представить социальных наук и правозащитники. А потом на закрытие все вместе соберемся. На закрытие мы планируем общий большой концерт. У нас в Пиваков входит в оргкомитете, Москва представлена очень сильно. Я думаю, что все это будет интересно. И еще раз хочу сказать, что я считаю, что для Российской Академии наук это очень важно, чтобы все эти события случились, чтобы мы достойно отметим 100-летие на металличии.